Добрый вечер, дорогие друзья! С вами волейбольное обозрение и я, Евгений Монархович. Вот и завершился 22-й чемпионат Республики Беларусь по волейболу для нашей «Жемчужной Полесье». Чемпионат, который надолго останется в памяти спортивных болельщиков Мозорщины, благодаря своей интриге и ряду блистательных игр в исполнении полейских волейболистов. К сожалению, в который раз медали Республиканского первенства не достали «Жемчужине». Но право, никогда еще наша команда не была к ним так близка. А безоговорочная победа в утешительном турнире за 5-8 места говорит о том, что наш клуб уже сейчас входит в элиту Республиканского клубного волейбола. Нынешний сезон выдался неоднозначен для команды Мозорского нефтеперабатывающего завода. С одной стороны, не выполнена цель, поставленная перед командой на этот чемпионат, а именно – место четверки лучших клубов. Но с другой стороны, все помнят, что лишь фантастическое стечение обстоятельств помешало «Жемчужине» попасть в полуфинал. К тому же виден прогресс в игре команды, основу которой составляют молодые воспитанницы с джушор «Жемчужинополисия». Можно вспомнить и такой показатель, как соотношение победных и проигранных партий в регулярном сезоне. Ведь только в 22-м чемпионате Беларуси у Мозорянок это соотношение оказалось положительным. Да и блестящую победу в турнире за 5-8 место тоже нельзя сбрасывать со счетов. Все-таки в составе соперников хватало опытных титулованных волейболистов. Например, в той же «Марите» сразу несколько спортсменок имеют опыт выступления за рубежом. Да и вообще, победитель группы «Б» не такой простой соперник, как это могло показаться на первый взгляд. Начнем с того, что эту команду возглавляет один из самых опытных и колоритных персонажей белорусского тренерского цеха – Владимир Денисович Капустин. И под его началом просто невозможно играть в полсилы. А те, кто все-таки пытается это делать, надолго не задерживаются в «Марите». Но даже энергии Капустина и самоотдачи столичных волейболисток не хватило для победы над «Жемчужной Полесье», которой в спортивном зале Минского государственного авиационного колледжа, где проходила игра, выдали один из лучших матчей нынешнего сезона. 25-20, 25-14, 25-13 – вот счет третьего и заключительного поединка в финальной серии турнира за 5-8 место. Игра, конечно, ничего не решала, но все-таки конец чемпионата, и хотелось показать то истинное мастерство, которое ты достиг за прошедший сезон. Хотелось показать все, на что ты способен. Ну, игрой в среднем довольно, я думаю, девочки старались, пытались наигрывать комбинации, иногда получалось. Ну, старались, молодцы все. В нынешнем сезоне Таня была одним из лидеров команды. И, как положено капитану, старалась личным примером поднять команду на спортивные подвиги, хоть порой это было сделать очень и очень непросто. Ну, сезон был достаточно насыщенный, сложный. По сравнению с прошлым, в котором я играла, этот был самый сложный сезон. Очень много было хороших, интересных игр, которые доставляли нам огромное удовольствие. Это, как минимум, две игры в коммунальнике. Немножко обидно за проигранную решающую игру дома. Ну, не без этого. У нас еще все впереди. Я думаю, с таким прогрессом, который мы сделали в этом году, в следующем году у нас будет все гораздо лучше. С окончанием чемпионата Беларуси волейбольный сезон для Тани не завершится. Предстоят студенческие состязания, где белорусский государственный экономический университет, в котором учится наша героиня, уже не первый год является фаворитом. Нет сомнений, что и в этом году сборная БГУ будет стремиться к победе. И в этой связи с капитаном Жемчужной Полеси тренеры столичного вуза связывают большие надежды. После студенческих игр наступит пара сборов национальной команды. И в этом году график лучших белорусских волейболисток настолько плотный, что даже вызывает опасения, сможет ли Татьяна защитить свое звание чемпионки Республики Беларусь по пляжному волейболу. Для начала, еще после окончания чемпионата, через две недели, будут вузы. Будем играть за свои высшие учебные заведения, в которых учимся потом. Мы поедем в национальную сборную. 29 апреля начинаются сборы. Будут сборы в Польшу, будут сборы по Беларуси, матчевые встречи. Надеюсь туда попасть, не только на сборы, но и на игры. Дальше пляжный волейбол. Немножко в этом году с пляжного волейбола, наверное, не получится, потому что сроки сборов классики и пляжного волейбола совпадают. Поэтому сейчас сделаем сборную национальную сборную. Еще одной мазарянкой, приглашенной на сбор национальной команды, стала Людмила Капитан. Вообще приглашение в сборную самым благоприятным образом подействовало на Людмилу, которая стала быстро восстанавливаться после травмы плеча, и уже с Маритой Капитан показывала хорошую игру, четко взаимодействуя со своими коллегами. Я командой всегда довольна, я всегда рада за девчонок, когда бывают тяжелые мячи и достают. Но с такими командами очень тяжело играть, потому что немножко уровень послабее. Не знаю, что ожидать от соперника. А так, все молодцы. Не могли бы не спросить у Людмилы, как идет ее восстановительный период, так как очень важно для спортсменки успеть обрести свои лучшие кондиции к началу тренировок сборной Беларуси. А ведь там капитан придется конкурировать за место в основе с такими сильными либера, как Ольга Павлюковская и Елена Бурак. Процесс леператации проходит замечательно. Работаю я в основном левой рукой, правую ручку немножко в тренажерке подкачиваю, потому что надо мне эту дельтовидную мышцу держать в нужном русле. А на тренировках работаю, как полагается, но тяжеловато. Вне всяких сомнений достойно было место в сборной Беларуси Анна Капко. Приглашение этой жизнерадостной, высококлассной волейболистке – несомненная удача менеджеров «Жемчужной Полесье». А вручение Анне после игры с Маритой при залучшему игроку чемпионата вампла опасующе. Подтверждение ее мастерства уже на официальном уровне. Это лучшая награда, наверное, в моей жизни. Я, честно, не ожидала. Эмоции переполняет. У меня прям, ну, нет слов, потому что настолько было неожиданно. Позиция опасующая, на которой выступает Аня, очень ответственная. Это, по сути дела, дирижер волейбольных атак и игрок Капко в прошедшем чемпионате. Лучше всего продемонстрировала нам, насколько важно иметь в команде сильного игрока в этом амплуа. Честно, тяжелая работа. Достаточно тяжелая, потому что каждое второе касание твое. Но потом, когда заканчивается игра, заканчивается чемпионат, ты понимаешь, насколько это важно, насколько важную роль ты играешь в команде. Это того стоит, наверное. Наверное, сезон 2012-2013 стал лучшим в спортивной биографии Анны Капко. И пусть он пока не принес этой девушке никаких титулов, кроме индивидуального приза, думаю, в памяти этот спортивный год останется надолго. Как у самой Ани, так и у волейщиков, которые наблюдали за ее великолепной игрой. В принципе, я довольна сезоном, потому что были игры, было много игр очень хороших, было много побед, было стремление, было желание. Девчонки очень многие выросли, ну, именно по мастерскому плану, да. Немножко осталось грустно, то, что мы проиграли коммунальнику. Вот эту игру хотелось побороться за медали, потому что я была уверена, что мы сможем завоевать третье место, может быть, даже выше. Ну, в общем, я довольна. Приятно было слышать комплименты в адрес игроков «Жемчужной Полеси» из уст мэтра отечественного волейбола Василия Герсимовича. Василий Васильевич много повидал на своем веку, и то, что он симпатизирует «Жемчужной Полеси», говорит о многом. Мне всегда нравилась команда «Мозырь». Это я откровенно, чисто, сердечно говорю. Девочки заряжены на результат, у девчат настроение боевое. Единственное, что, ну, немножечко не хватило им в чемпионате, пару очков не хватило. Но, в целом, вот этот вот сезон, я считаю, что это, ну, открытие, будем так говорить, новой команды «Мозырской». Дай Бог, чтобы эта команда дальше продвигалась, результат, чтобы у нее был. Ну, и тренерам все-таки Михаил Михайлович очень много, я чувствую, сделал для команды. Я вот ему сегодня и сказал, я говорю, что чувствуется уверенность в игре сзади, в приеме, в передаче. Анечка, умничка, я говорю, что когда еще начинался чемпионат, я был у вас, я ей сказал, что, Аня, ты одна из лучших. И я вот сегодня ей, когда вручал приз, я ей сказал, что я все-таки угадал. Эмоции, радость, настроение. Хотелось бы, чтобы это в команде осталось. И, ну, на будущее пожелать в призеры попасть. Вот и все у меня. На игре с Маритой присутствовали родные и близкие игроков, которые родились в Минске. Одна из уроженок этого города – Мария Кристина Бустаман Толобко. Было трогательно наблюдать, как во время матча переживала ее мама, не пропускающей ни одной игры с участием своей дочери из тех, что проходит в столице. Когда приходит моя мама на игру, я чувствую поддержку, то, что она очень болеет именно лично за меня. Я чувствую уверенность, ну, есть, конечно, волнение, потому что, как бы, родной человек все-таки смотрит на тебя. Ну, мама не такой специалист в волейболе, как бы, она не все понимает, так что, как бы, я комфортно себя чувствую на площадке. Мария Кристина отлично начала нынешний сезон, но затем несколько отошла в тень, выходя, пусть и удачно, только на замену и в основном в концовке партий. Однако ближе к концу чемпионата Маша, как ее называют в команде, восприняла духом и, похоже, вновь вернула себе место в основе родного клуба. Тур прошел, чемпионат закончился, все, последняя игра. Мы настраивались так, чтобы сыграть быстро, без проигранных партий, как дома. Сыграть быстро и поехать домой, закончить сезон. Тут начинаются вузы, и тут уже все быстрее сыграют за свои университеты, и, как бы, как я играю за БГФК, мне есть стремление занять первое место, потому что два года подряд мы занимаем вторые места, и уже хочется, наконец-то, выиграть этот ГЭУ и уже стать чемпионами за вузов. Чемпионат Беларуси среди высших учебных заведений по волейболу тоже весьма важен для Марии Кристины. Ее вуз, Белорусский университет физкультуры, в предыдущие годы очень близко подходил к победе в этом турнире, но так и не мог добиться ее. В этом сезоне сборная БГФК настроена как никогда серьезно, а присутствие в составе лучшего игрока 22-го чемпионата Беларуси Надежды Маласай из Барановичского Атланта позволяет считать эту команду самой звездной по именам. За наш университет играют достойные девчонки, я считаю, да все, да просто есть у всех желания. Но могу выделить, конечно, Надю Маласай, Мацуль, Лазицку, они все из Барановичей. И наши три девчонки будут играть, ну, как бы и я, Галя Корнеева, и Яна Мацак. Так что я думаю, что у нас есть шансы выиграть, стать чемпионом. Среди тех команд, что будут бороться за победу в студенческом перенстве, есть и сборная Мозорского государственного педагогического университета имени Ивана Шамекина. Правда, шансы на завоевание золотых медалей у МГПУ минимальные, так как в этом году состав команды будет сформирован в основном из любителей и профессиональных игроков, которые уже закончили карьеру. Правда, будут в Мозорской волейбольной дружине и высококлассные действующие игроки, такие как Наталья Дедицкая, безусловный лидер сборной МГПУ Надежда Мозорского волейбола. Прошедший сезон для Наташи, как и для всей «Жемчужной полейси», получился двояким. С одной стороны, Дедицкая отводилась одна из ключевых ролей в атакующих построениях полейской команды, а с другой Наташа может и должна играть сильнее и уже претендовать на место в национальной команде. Сезон удался у нас не очень хорошо, потому что мы не заняли призовое место. Но и с другой стороны, у нас были удачные моменты, мы побеждали в некоторых играх хороших. Выигрывали много партий. Что касается моей игры, я выступила не очень хорошо, но в следующем сезоне я порадую вас больше. Возвращаясь к профессиональной команде «Жемчужной полейси», отметим качественную работу ее тренерского штаба. И главный тренер Михаил Михайлович Коваленко, и второй тренер Сергей Алексеевич Рута многое сделали для роста, индивидуального мастерства своих подопечных. Ну а командная игра так и вовсе в этом сезоне у Мозорского клуба была одной из лучших среди всех участников чемпионата. Сезон, можно так сказать, что прошел удовлетворительно. Конечно, хотелось нам попасть в четверку сильнейших. Конечно, была основная игра у нас с Могилевым, которую мы в пятой, конечно, пятой игре не смогли дожать немножечко и проиграли. Ну, в принципе, довольны и последними играми, которые все-таки девчонки показали, что могли собраться. И завершили этот сезон на хорошей ноте и с хорошим результатом. Ну и, конечно, хочется сказать огромное спасибо за работу главному тренеру в жемчужной полисе Михаилу Михайловичу Коваленко. Его корректная манера сдержаться во время игры, доброжелательные отношения к окружающим сразу расположили к себе. И не припомнил случая, когда Михаил Михайлович позволил себе срываться на грубость, что, чего греха таить, присутствует у некоторых представителей белорусского тренерского корпуса. Ну, наверное, хотелось бы сказать спасибо девчатам за ту проведенную работу в ходе чемпионата. В принципе, поздравить и игроков, и руководителей нашего клуба, и всех болельщиков с окончанием чемпионата. На выезде мы выиграли 3-0, без особых проблем закончили чемпионат. Конечно, немножко есть где-то сожаление за то, что мы не решили поставленную задачу и не попали в четверку. Но я думаю, что по ходу чемпионата команда росла, команда добавляла с каждым туром. Где-то немножко не хватило психологии в ключевые моменты. Здесь уже против нас играла своя молодость. Молодость нам помешала, неуверенность немножко в себе. Но с тем же у нас были классные игры. И на выезде мы дарили хорошую игру болельщикам, которые в нас верили. Верили до конца, особенно плей-оффы в Могилеве. Поэтому всем большое спасибо за ту любовь и поддержку, которая есть в Мозере. После победы в решающем матче с Маритой команда получила несколько дней отдыха. А затем вновь продолжает тренироваться, оттачивая свое мастерство, готовясь к новым турнирам. Мы продолжаем работу. Девчатам еще предстоят молодым девочкам. Олимпийские дни молодежи на выезде. Вузовские соревнования. Тоже такой форум большой. Недельный будет в Минске. Но мы продолжим работу как в зале в апреле месяц, а в мае перейдем на песок. И попробуем уже поработать именно в пляжном волейболе. Поэтому приглашаем всех болельщиков и любителей посмотреть на нашу команду. Где-то может быть в новом амплуа на пляже. Несмотря на то, что 22-й чемпионат только завершился, тренеры уже думают о следующем 23-м республиканском перенстве. Практически все клубы нуждаются в усилении. А уж жемчужина по лесу и вовсе может стать самой активной на трансферном рынке игроков в нынешней межсезонье. Конечно, желание было немножко укрепиться и в этом сезоне. Не все у нас получилось. Поэтому будем продолжать работу в этом направлении, точечно укрепляться. Хотелось бы, чтобы именно надежными игроками, лидерами, насколько это получится, покажет время. И, конечно, нельзя не отметить болельщиков, которые верой и правдой служили жемчужиной по лесу. И в тяжелые минуты поражений и в радостные часы побед полезские любители волейбола были рядом с жемчужиной. Думаю, в следующем сезоне количество мозорских любителей волейбола только увеличится. А уж те болельщики, которые не первый год посещают матчи, становятся настоящими корифеями этой игры, научившись разбираться во всех тонкостях и особенностях современного волейбола. К концу, конечно, они начали играть гораздо лучше. Но это не показалось. Хотелось бы, конечно, не пятого места, хотелось бы третьего, второго места. Поэтому будем надеяться на нормальную игру в следующем сезоне. Я считаю, что наша команда по силам завоевает медали и выйдет на призовые места. В 22-м чемпионате Беларуси осталось неразыгранным только третье место, которое спаривает Минчанка и Могилевский коммунальник. Пока в противоборстве этих команд счет равный 2-2. И для выявления обладателей бронзовых наград потребуется пятый дополнительный поединок, который пройдет 20 апреля в Могилевском спортомплисе «Олимпийцы». И в завершение о главном событии прошедшей недели, а именно о результате финальной серии за золотые медали, которая завершилась вместе с четвертым матчем в Гродно. Местный Нема, сведя в ничью 1-1 первую часть финальной серии в Барановичах, Дома сумел дважды уверенно обыграть Атлант и отобрать у него титул чемпионной Республики Беларусь, который, к слову, гродненской команде достался впервые. На сегодня это все, дорогие друзья. В нашей следующей передаче вы узнаете о том, как завершились Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь и какого результата на этом соревновании добились подопечные Надежда Рудаковская из «Жемчужной Полеси-96». Также вас ждет знакомство с игроком профессиональной команды «Жемчужной Полеси» Ниной Милевской, которая, оказывается, кроме спортивного таланта, обладает большими способностями и в других родах деятельности. Словом, не пропустите через неделю в это же время следующее волейбольное обозрение. А сегодня с вами были Евгений Монархович и Юрий Горобец. До свидания.